Везде, где встречается особый язык, есть и особый народ, который имеет право самостоятельно устраивать свои дела, провозгласил Иоганн Готлипфихте в речах германской нации. Историк Бенедикт Андерсон назвал это представление о национальности, соединенной с ее собственным языком, надменно узкоевропейским, поскольку оно не очень подходит для других частей света. Но надо сказать, что нам оно подходит как нельзя лучше. Русский язык играет решающую роль в том, что делает нас особым народом. Если так, то почему бы не посмотреть на национальную историю сквозь призму истории национального языка. 1863 год. Вышло первое издание словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Этот словарь вызвал восторг у интеллектуалов, в первую очередь славянофилов. Ведь он показывал богатство русского языка и речи. Около полувека у Даля ушло на создание главного труда его жизни. Несмотря на то, что многие слова уже в те годы были малоупотребительными, словарь Даля стал настольной книгой не только для его современников, но и для поэтов Серебряного века. 1950-е годы. Итальянский филолог-славист Рикардо Пиккио предложил термин «славя ортодокса», буквально означающий «православное славие». Он рассматривал мир восточных и южных славян, принявших православие как единую духовную общность. И язык, с точки зрения Рикардо Пиккио, у них был один. Итальянский ученый писал, необходимо признать язык сербской, болгарской, русской, сербо-болгарской и других редакций единым древнеславянским литературным языком. Похожих взглядов придерживались и знаменитые русские филологи, в том числе Дмитрий Лихачев. 2000-й год. Участники новгородской археологической экспедиции обнаружили в Троицком раскопе три дощечки из липы с начертанным текстом. Они пролежали в земле около тысячи лет, пропитавшись влагой, без доступа кислорода. Текст отлично сохранился, и его удалось быстро прочесть. Это были псалмы, написанные на старославянском языке. В дальнейшем академик Андрей Залезняк расшифровал скрытые тексты. На дощечках писали и стирали по многу раз. Находка получила название «Новгородский кодекс» и стала самым древним известным на сегодня памятником русской письменности. Здравствуйте! В эфире программа «Власть факта». Я Михаил Ремезов. Мы часто воспринимаем отдаленное прошлое в тех категориях, которые возникли уже в современную эпоху. Одной из таких категорий является национальный язык. Но это не делает вопрос его истории, национального языка как такового, и в нашем случае русского, языком менее интересным. Я хочу обсудить это с моими сегодняшними собеседниками. Где границы русского языка в истории? Просто чтобы мы для начала примерно на броском очертили границы того, что мы сегодня обсуждаем. Я думаю, границы связаны с древнерусским языком, языком, который я называю старорусским. Это язык 17-18 веков и современный русский язык. От Пушкина до наших дней. А древнерусский язык, что это за понятие, как оно возникает у ученых в лингвистике? Это общее знание, основанное на разных диалектах, естественно, Киевской Руси. От начала и до конца. Я бы даже сказала, Киевская и Новогородская Руси, Древняя Руси. Древняя Руси, да. Ну, Киевская Руси, она включала и Новый город. Сам термин «древнерусский язык», когда его стали использовать? Вот если почитать работы по этнологии русской, то дореволюционные историки пишут просто о русских, применительно к этому периоду. О русской народности уже советские историки пишут о древней русской народности. Для меня существует понятие синхронии. Синхрония – это какой-то отрезок времени, когда язык идентичен сам себе. То есть он один. Он, конечно, никогда не бывает монолитным. Он меняется. Но эти изменения не достигают некоторой критической массы. Ну, вот видите, скажем, конец древнерусского языка и переход к языку старорусскому, он в значительной мере иллюстрировался прошедшими временами. Это XIV век как раз. Да, да, да. То есть есть люди, вот эти прадеды, для которых есть разница между «умре» и «был умер» или «умрех». Или просто «умерл», «умер». И их возмущает, что молодежь не понимает разницы. То есть с нашими предками после XIV века мы обояснились бы легче, чем до XIV века. Конечно. Это некий рубеж. Я думаю, что здесь нельзя сказать, что вот вчера было, а сегодня нет. Есть граница между прадедом и правнуком. Она очевидна. И точно так же был переход от старорусского языка к языку нашему с вами, сегодняшнему. Были какие-то элементы, скажем, в той же глагольной системе, которые были для прадеда живыми, а для Пушкина были уже мертвыми. Это, конечно, какой-то период. Я просто хотела сказать, вот возвращаясь к древнерусскому языку, что обычно древнерусским языком, таким классическим, мы действительно называем язык периода до конца XIV века. И этот язык, он общий для всех восточных славян. То есть не выделяются отдельно русские, отдельно белорусы и украинцы. Мы не всегда можем отделить политические, исключительно политические или, как мы говорим, экстралингвистические факторы от того, что реально в живом языке происходит. Потому что вот эти внешние вещи, они накладываются на язык, особенно на письменный язык, и меняют его. А что мы имеем? Тем более, для летописцев часто они являются выразителями официального нарратива. Конечно, конечно. Абсолютно так. Это тоже интересно. И мы имеем только те тексты, которые мы имеем. Конечно, мы же не слышали, как говорят люди в 14-м веке. Магнитофонов не было, к сожалению. Мы можем действительно говорить о том, что расхождение языковое, оно идет рука об руку с политическим расхождением. Ну, оно как бы не совсем. Не совсем, да? Политическое будет быстрее. Быстрее. Намного. И оно, да, и оно как бы институализирует вот эти вот расхождения. В одном случае мы говорим о диалектах, а когда происходит образование нового государства, мы о той же самой, фактически, о той же самой ситуации говорим, как о разных языках. Понятно, что диалект – это язык, у которого есть собственная армия, так сказать. Вот про письменность. Некоторые историки, лингвисты пишут о том, что нашей особенностью является параллельное существование двух письменных языков, собственно, русского или древнерусского и церковно-славянского. Языков абсолютно разных. Ну, не абсолютно разных, но просто разных. Это разные языки. Они разные генетические. Потому что русский, древнерусский – это восточнославянский язык, а церковнославянский имеет происхождение южнославянское. То есть к нам церковные книги пришли из Болгарии, и сам язык, вот он в основе его южнославянский диалект. Когда Кирилл Мефодий создавали этот язык, они опирались на южнославянский диалект. И старославянский, и потом церковнославянский – это как бы близкие к древнерусскому языке, но они генетически разного происхождения, и отличия, конечно, есть. И все-таки церковнославянский язык – это искусственное создание. То есть базировалось на каких-то диалектах, но, в общем, это искусственное. То есть немножко похоже на латынь средневековую, да? Абсолютно так, да. Но только в очень ограниченном. На средневековой латыни были барды, выражаясь в сегодняшнем, ваганты, образование. То есть это был более широкий слой применения. А это был и церковный язык. А почему он оказался, в отличие от латыни, замкнутый в церковной жизни? Если мы говорим о церковном славянском языке уже после XIV века, то, конечно, он имеет те же особенности, что и латынь. То есть он, в принципе, постепенно становится языком образования. Ну, там другое дело, что образования особо, так сказать, как такой институализованной вещи не было, да? Ну, когда она появляется, конечно, учебники, грамматики, буквари, катехизисы, они все по-церковному славянски, да? Вот беда Тридьяковского была как раз в том, что он пытался использовать как латынь старославянский язык. И эффект был ужасный, потому что бытовые сцены из, скажем, ну, романа французского «Езда в остров любви», они не выходили у него. Он в церковно-славянском языке не было таких градаций, ну, названий, скажем, мест, органов, частей тела и так далее. Не подходил он для этой предметной области? Не подходил он для этого. Латынь подходила, потому что она была и медицинская латыни, и вот для певцов была. А здесь не было этого. И поэтому он был более замкнут. Ну, с другой стороны, вот если мы говорим, возвращаясь к древнерусскому периоду, о том, какие тексты писались по-церковно-славянски и какие по-древнерусски, то нужно как бы иметь в виду, что у нас есть полюса, где мы имеем чисто церковно-славянский и чисто древнерусский, и имеем довольно большой массив текстов, находящихся посередине, которые пишутся, ну, как бы на таком контаминированном варианте. Там есть и русские элементы, и церковно-славянские, например, летописи. Ну, если говорить о крайних полюсах, то на церковно-славянском языке, достаточно чистом церковно-славянском языке, пишутся церковные книги, богослужебные в первую очередь, также жития, святоотеческая литература. А на древнерусском языке, который тоже, так сказать, как мы знаем источники его, это, прежде всего, бытовая переписка, соответственно, новгородские грамоты на бересте, грамоты, как законодательные акты, грамоты, которые князья, настоятельные монастыри вступают в какие-то договорные отношения. И вообще, область права светского – это древнерусский язык. Русская правда та же самая? Да, это древнерусский язык. А, скажем, церковное право – это церковно-славянский язык. А переходные такие произведения, как «Слово о законе и благодати»? Ну, это литературные произведения, но вот оно как раз находится в той области, которая между одним полюсом и другим. То есть, в целом, это, конечно, церковно-славянский язык. В целом, церковно-славянский, но с большим присутствием. Ну, кое-что там есть, да. А почему вообще правильно звучало о том, что церковно-славянский – искусственный язык? В чем его искусственность? В том, что тексты церковно-славянские являются калькой из греческих текстов. То есть, переводили Евангелие, переводили богослужебные книги. А в такой среднеуковой технике слово за слово, да. То есть, переводили точно так, как это в греческом источнике написано. Соответственно, можно сказать, что синтаксиса живого там, конечно, нет. Там есть синтаксис, калькированность греческого, близкий к греческому, да. То есть, мы можем говорить, что греческий язык оказал большое влияние на церковно-славянский язык и потом на русский язык, потому что именно с этого языка были переводы сделаны. Мы находимся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. В настоящее время здесь хранится более 35 тысяч манускриптов на славянских языках. Такая источниковая база позволяет исследовать такие вопросы, которые до сих пор считаются дискуссионными. Одним из них является такая проблема, как азбуки. Мы знаем, что славянский язык имеет две азбуки – глаголица и кириллица. И до сих пор идут споры, кто создал глаголицу, кто кириллицу. И со времен Кирилла и Мефодия, тех самых просветителей славян, которые создали азбуку в IX веке, манускриптов не осталось, источников не осталось. Это книга XIV века. Она не такая древняя, но в ней содержится самый древний сохранившийся список сказаний чернорисса храбро о письменах. Это наиболее ранний, почти современный создание азбука, документ, свидетельствующий об истории создания азбуки. И читаем. Погани, сущие язычниками бывшие, славяне не имели письменности. Чернорисец храбр утверждает, что письменность нам приходит с принятием христианства. Он говорит о 38 буквах, которые придумал, составил Кирилл. Все тут хорошо, но только чернорисец храбр не дает ответа, глаголица это была или кириллица. Знаменитая Зогровская Евангелие – это X-XI века с кириллическим продолжением XIII века. Рукопись замечательна, уникальна, потому что это одна из немногих полных книг, дошедших до наших дней. Обычно глаголические рукописи доходят во фрагментах. В 1860 году игумен Зогровского монастыря Амфир дарит эту книгу императору Александру II. Характерный пример – что такое глаголица. Округлая глаголица, древняя глаголица, рубежа X-XI веков. Некоторые листы этой рукописи, несколько листочков, представляют собой тот самый полипсез, который бывает. Когда текст становился непонятен или плохо читаем по каким-то причинам, его могли заменять другим, предварительно заново соскабливая этот пергамент. Нижний слой, который там написан, он тоже глаголицей. Глаголица получилась более вытянутая, не округлая, под влиянием латинского письма. И вот миниатюра еще одна из Зогровского и Апостола Петра Павел. В настоящее время братья Зогровского монастыря, разбирая свою библиотеку, проводят полную дигитализацию своего книжного собрания для того, чтобы ученым открыть к нему доступ. И они обратились к нам, чтобы мы тоже предоставили копию вот этого Евангелия для этой работы. И мы ее предоставили оригинальным образом. Представили весь этот памятник в интернете, на портале Российской национальной библиотеки, где рассказали о визите монахов Зогровского монастыря вот с этой просьбой. Отныне каждый желающий может эту книгу на своем компьютере посмотреть. Вот что касается первичности глаголицы в связи с пылимсестами. Мы читали «Черновидца храбро», он мне написал глаголицы этой кириллиса. И вот пылимсесты являются, пожалуй, такой вот наиболее существенной доказательной базой того, что все же глаголица первична. Потому что есть пылимсесты, где внизу глаголица, сверху кириллица. Ну вот у нас глаголица-глаголица. Но есть такие, но наоборот никогда нет. Глаголица первична. Значит, получается, что Кирилл создал глаголицу. Откуда появилась кириллица и почему она кириллицей называется? Ну тут вот парадокс, потому что она появилась. И уже во времена царя Сегиона, а это рубеж 9 и 10 века, что пользуется кириллицей, как считается эта точка зрения истренно. К ней стоит прислушаться. Климент Охлидский, один из семичисленников, то есть один из семи ближних учеников Кирилла Мефодия, как раз и в Охлиде, составивший литературную школу, скрипторий, мог быть создателем кириллицы. И когда более, ну что ли, совершенное, более упрощенное, более легкое для понимания письма кириллица распространилась, глаголица начала сходить на нет. Некоторые лингвисты, например, Никита Толстой, пишут о том, что в какой-то период существовало, по сути, единое культурное литературное пространство славянских народов благодаря церковно-славянскому. Понятно, что действительно средневековая латыни, она создавала это культурное единство между книжными людьми, значит, в разных частях Европы. Насколько такое единство между книжными людьми на Руси, скажем, и в Южной славянской Европе существовало? Никита Ильич очень различал культуры. Культуру дворянскую, культуру недворянскую и так далее. И я думаю, что вот эти соображения ложились на его теорию культур. Ну, для грамотных людей средневековых, я думаю, конечно, наш церковно-славянский язык был вот той основой, которая объединяла их. В рукописях, мы знаем, там, южнославянских, болгарских, сербских, по-разному были устроены русские рукописи. Но, тем не менее, русский книжник мог взять сербскую рукопись, всегда ее мог прочитать, понять, там, что-то он при переписывании что-то мог поменять в соответствии с такой национальной традицией школы рукописной. Ну, в целом, конечно, это единое пространство было, такое славя-ортодоксом, можно сказать. Понятно. Немножко перенося в другую эпоху, но тоже в связи с такими, с лингвистическими отношениями в славянском мире. Есть мнение, что русский язык осуществил некий такой всеславянский синтез. Заимствовал, освоил, значит, наибольшее число элементов из других славянских языков в этом смысле является более универсальным, так сказать, в славянском мире. Насколько это справедливое мнение, насколько вы разделяете? Мне кажется, что русский язык отличается от ряда славянских языков тем, как, так сказать, он был в начале своей истории образован, русский литературный язык, да, потому что многие славянские языки, такие, например, как украинский или сербский, они в первую очередь основываются на диалектной основе, да, на том, как люди говорят. При своем формировании русский литературный язык, а ему не так много лет, да, в общем, реформа произошла при Петрии, и до этого литературным языком был церковный славянский, основные произведения были на церковном славянском. Так вот, русский литературный язык, он вобрал в себя очень много от церковного славянского. Он не только на диалектной основе развивался, да, и становился на ней, да, но и на вот этом церковном славянском наследии. Ну, например, наши причастия в настоящее время, пишущий, говорящий, да, вот эти вот формы действительных причастий, их ведь нет в живом языке. Более того, древнерусские причастия имели другой суффикс в этом месте, то есть у нас причастие, например, «горячий», а русская форма была «горячий» или там «зрящий», «зрячий». Потом они стали просто у нас прилагательными, эти слова. Но исторически вот эти восточнославянские причастия, они даже были образованы по-другому. То есть у нас некоторые есть в языке элементы, которые вот не отдельные слова, да, а именно прям даже грамматические такие конструкции, которые пришли из церковного славянского языка. Поэтому можно говорить, что да, русский язык вобрал в себя много церковного славянского, и можно его рассматривать как такой, ну, универсальный язык. Это язык письменного текста? Это язык не только письменного, это язык универсальный, грамотного человека, образованного человека. И он, конечно, в значительной мере искусственен. Да, который для разных целей подходит, то есть с помощью литературы. То есть это предполагает уже определенное начало кодификации языка, ассоритизации. Абсолютно так, конечно. Но они же возникают довольно поздно. Или они правы? Конечно, для нас это Ломоносов. Для нас это Ломоносов. То есть до этого времени мы можем или не можем говорить о литературном языке? Я думаю, там вообще можно говорить только о сосуществовании нескольких языков. В частности, о какого-то одного иностранного. То есть это три глоссия, если хотите, для Ломоносова. Что его возмущало, и он совершенно гениально придумал свою теорию трех стилей. Для того, чтобы уйти от этого и образовывать новый язык, который был бы универсальным. 20 сентября 1755 года Михаил Ломоносов подарил наследнику русского престола, будущему императору Павлу I, свой труд под названием «Российская грамматика». Сыну Екатерины и Петра III исполнился только один год, поэтому прочитать произведение Ломоносова он смог бы не скоро. Но это не умаляло значение выхода первой научной грамматики русского языка. За 30 лет она переиздавалась Академией наук пять раз. И каждый раз, как писали тогда, с наискорейшим поспешанием. Под руководством Ломоносова российская грамматика была переведена на немецкий язык, чтобы ее смогли использовать незнавшие русского академики-иностранцы. Наибольшую потребность в литературном русском языке испытывали именно ученые. В 1725 году в Петербурге была учреждена Академия наук. Она должна была служить подъему русской культуры и полученные научные знания распространять по-русски. Но инструмента, то есть языка, для такой цели у академиков не было. Среди иностранцев была известна формула «В России разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски, то есть на церковно-славянском». Из чего состоял русский язык? По словам современного исследователя к концу первой четверти XVIII века, он содержал элементы простонародной и церковно-книжной речи, отжившие диалектизмы, грубые вульгаризмы, невразумительные архаизмы и неуклюжие варваризмы. Эта гремучая смесь при попытке что-то объяснить порой становилась причиной казусов. Например, один капитан в 1711 году получил приказ стать с отрядом «Драгун» ниже Каменца и выше конец поля в авантажном месте. Слово «авантажный», пришедшее из французского, не было известно капитану. Он решил, что речь идет о названии города. Уморив больше половины лошадей, капитан вернулся ни с чем, так и не найдя места под названием «авантажный». Подобные трудности возникали во всех сферах государственной жизни, и наука особенно страдала от них. Михаил Ломоносов, став зрелым ученым, был не первым, кто задумался о реформировании русского языка, но первым, кому удалось что-то изменить в реальности. Он предложил считать нормой русского языка московское наречие, а само слово «употребление» разделить в соответствии с тремя стилями – низким, средним и высоким. Высокий – для героических от и трагедий, средний – для сатир и элегий, низкий – для басен и увеселительных эпиграмм. Как вы оцениваете авторский компонент в языке? Вот вы сказали, до Пушкина, точнее, с Пушкина уже современный русский язык. Я хочу сказать вот о чем, что ни один Пушкин здесь, здесь Карамзин – главный теоретик этого. Пушкин многое повторял за Карамзиным, но то, что Карамзин был бездарный, как писатель, а Пушкин безумно талантливый, как поэт, как писатель. Поэтому, конечно, современники прислушивались к Пушкину, хотя были очень сильные возражения против пушкинской реформы, так сказать. Он никогда не говорил, что он делает реформу, он просто писал стихи. Искал удачные сочетания. Абсолютно так. Но иногда теоретически повторялся Карамзиным. Так что эта реформа была Карамзин-Пушкинская. Я с вами согласна, что, конечно, для меня тоже Карамзин – центральная фигура. Конечно. Человек, который, так сказать, какую-то волшебную кнопку нажал и запустил этот современный русский язык. И реформа Карамзина в значительной мере – это вот эта синтаксическая реформа. Когда мы говорим церковно, славянский язык повторяет кальки греческого, а в греческом порядок слов отличается от порядка слов в английском, немецком, французском языках. Вот меняется порядок слов, меняются конструкции, меняется структура предложения. Появляется язык прекрасных дам. Ну, безусловно. То, о чем вы говорите, это большая работа, в общем, целенаправленная работа. Они чем были мотивированы, когда ее проводили? Это попытка обрести атрибут современного европейского народа, европейской нации? Да. Вообще существует мнение, что русский язык как-то особенно открыт к заимствованиям языковым. Насколько это справедливо, на ваш взгляд? Когда мы говорим о заимствованиях, тут нужно разделять вот эти культурные заимствования, да, типа греческий вначале, потом французский язык, и заимствования, которые происходят вне литературных и культурных процессов, в заимствовании, которые происходят от того, что народы живут рядом, да, потому что в русском языке большое количество заимствований из дописьменных, скажем, угрофинских языков, да, это название рыб всяких, да, название топонимы, название... Ну и монгольского языка, да, тюркских языков. И тюркских огромное количество. Слова сарафан и тулуп, это тюркские слова. И арбат все-таки. Да, да, да. Я здесь хотел бы немножечко сменить тему. Какие-то страны в каждый данный момент являются более продвинутыми, чем остальные страны. И в науке, и, скажем, в массовой коммуникации и так далее. И здесь оказывается необходимым учить какие-то другие языки. Конечно, языки наиболее выдающихся, сильных, авторитетных в мире стран. На сегодняшний день, я здесь подчеркиваю, что это не вечно. Скажем, в списке наиболее важных языков человечества 14 века, опубликованных во Флоренции, английский язык не числился. А на первом месте стоял португальский язык. Конец прошлого столетия. Русский язык распространен в Европе как важнейший язык. Изучает в школе вся Германия. Изучает в школе, кроме ФРГ, другие страны Европы. То есть русский язык – первый язык для Европы из иностранных. Сейчас он ушел из этого. Сейчас на первом месте, конечно, английский язык стоит. Но нужны ли какие-то специальные усилия государства, общества для сохранения, развития языка и так далее? Мне кажется, нужно в связи с русским языком немножко, так сказать, по-разному рассматривать ситуацию внутри страны и ситуацию, скажем, в ближнем зарубежье. Потому что мы знаем, что русский язык в Белоруссии и в Украине, или на Украине, как хотите, он существует как живой язык и продолжает существовать и в других постсоветских странах. Но я почему сказала в Украине, на Украине специально, потому что там формируются свои нормы. И вот с ними бороться бессмысленно. А если говорить о русском языке в России, о русском языке среди его носителей... Основной территории распространения. Да, на его основной территории. Проблема защиты, сохранения чистоты русского языка. Это пукал или необходимы какие-то механизмы, инструменты, институты, которые этим занимаются? Абсолютно необходимы. Норму надо насаждать. Ну да, это такая общая филологическая классика, да, что вот норма, мы должны за ней следить, для того, чтобы наши внуки читали Пушкина не в переводе. Но я боюсь это вслух сказать. Я думаю, что пушкинская синхрония... Она далеко уже от нас ушла. Она должна быть сменена. Смениться должна. Через какое-то время? Да. То есть через какое-то время будет следующий переход языковой? То, что я сказал, сейчас наблюдается. Прадеды и правнуки друг с другом не общаются. А деды и внуки общаются. Но деды жалуются на то, что они внуков не понимают. Предложения становятся короткие. И я вам скажу... Ну, как в американском языке, собственно говоря. Даже темп речи не имеется. Проявляется очень сильно несклоняемость. Тенденция к несклоняемости. То, что было для слов среднего рода, начиная с французских заимствований, это вот что-то там пальто, метро, вот такие вот вещи. А сейчас не склоняются русские. И наиболее ярко это звучит, ну, скажем, в названиях. Бирюлёва, Митина там, да. Я родился, говорят, в Пушкину. Дорогомилова. А не в Пушкине. Люди перестают склонять. Деды от этого уже морщатся. Я не терплю фразу, что я живу в Домодедово. Еду в Домодедово, но живу в Домодедове. То есть это тот случай, когда ошибка переходит в норму, да? Абсолютно так. Абсолютно так. Ну, не в норму. То есть она уже не считается ошибкой. И уже у меня есть статьи, которые, ну, оправдывают несклоняемость русских топонимов на О. Ну и что? Какая-то академическая норма. Что с ней делать? Она должна, с вашей точки зрения, продвигаться в средствах массовой информации, популяризироваться, в системе образования и так далее. Склонять окно. Еще не скоро. Еще не скоро. С окном еще не скоро. Ну, евро никто не склоняет. Да. Это просторечие. Один евро, говорят. Да. Два евро надо говорить. Говорят евро. И пять евро. Ну, этого нет, да. Ну, а позвольте, если таких слов останется вроде окно и поле... Но они были и раньше, эти слова, правда, что там кенгуру, вы вспомните, сколько сломано мячей относительно рода кофе. Кофе. Да, да. Хотя всякому русскому грамматисту ясно, что кофе, как это было, это мужской род. А кофе, это средний род. Это всем ясно. Есть много довольно слов аналогичных. Карей. Каре. Карей мужского рода. Каре. Реле. Среднего рода. Релей, как это было заимствовано первоначально, среднего. Виктор Владимирович Виноградов говорил, а что вы хотите? Средний род это свалка. Куда относится... Иностранное, непонятное, невнятное. Все идет в средний род. Со средним родом сложно, но все-таки я бы не стала говорить, что он исчезает. Конечно, язык сохраняет себя, сохраняет себя и сохраняет смыслы, которые он несет в национальной культуре. Но мы же читаем русскую классическую литературу сегодня. Мы же не ушли от нее никуда. И поэтому те идеи, та специфика, которая есть в нашей культуре, которая выражается в языке, она никуда не делась, она остается. И вот эта волна заимствований, во-первых, она, конечно, пошла уже на нет. Я думаю, что деды с внуками будут особенно трудно понимать друг друга, если внуки относятся к области бизнеса, типа венчурное предпринимательство, потому что они говорят практически на таком же наречии, как птенцы гнезда Петрова. Вполне возможно, что русский язык с этим тоже справится в какой-то перспективе, как справился во времена Карамзина, на Карамзина и Пушкина. Ну, нормы, видите, сейчас имеют очень сильных защитников, конечно. Ну, я думаю, что здесь есть административные защитники, а еще необходимы культурные защитники. Еще необходима большая культурная работа, и, по большому счету, ее наличие или отсутствие является главным критерием жизнеспособности языка. Ну, я боюсь, что мы подходим к концу нашей синхронии. И, так сказать, здоровье его пищеварения, насколько он способен переваривать новое, оставаясь собой. Да. Значит, себе на благо. Именно так. Как долго наша синхрония еще продлится, значит, вопрос остается открытым, но будем надеяться, что у нас еще есть порох в пороховницах. Спасибо большое вам за разговор. Мы все помним со школы слова Тургенева о великом, могучем, свободном и правдивом русском языке, который к утешению писателя был дан великому народу. В этой цитате интересно слово «дан». Для каждого из нас, конечно, язык – это данность, но одновременно это плод накопленных усилий многих поколений людей, то есть, в некотором смысле, еще и проект. В случае с русским языком, безусловно, состоявшийся, но будем надеяться, незавершенный. Это все на сегодня. До встречи на канале «Культура». Спасибо. Спасибо вам.